всем привет весна уже почти подошла к концу наступает лето за окошком птицы поют чирикают тепло даже я бы сказала жарко и одуванчики традиционно темы этюда быстрого но хочется отметиться хочется этих ярких красок тем более что эта натура очень благодарна и разная форма шары интересные листья по форме уже отцвевшие такие вот закрытые бутоны одуванчиков в общем есть где разгуляться и традиционно про бумагу здесь бумага дорогая это арш среднее зерно 300 грамм хлопок бумага подмочена с оборотной стороны где-то я ждала минут 10-15 хорошо промочила лицевую сторону прошлась сверху быстренько флеется и практически сразу ее промокнула в общем то для чего я это сделала для того чтобы избежать таких белых мушек когда идет покрытие краски поверхности бумаги бумага не хорошо промочено таки оставляет пространство не заполненные пигментом вот чтобы этого не было я прохожусь флецем и сразу же можно бумажным полотенцем можно тряпочкой подсушиваю и уже потом наношу краску значит вот этот этюд он в общем-то посвящен краскам super vision это китайский бренд полностью написан только этими красками никаких других я не использовала не их прислали для тестирования первый раз пришли краски где а практически стандартный набор от желтых там синие зеленые что там еще был ну в общем практически полный набор всех пигментов чтобы полноценно написать этюд а второй раз а пришли краски супер гранулирующий распадающийся на несколько цветов сразу я их все совместила потому что во втором наборе вот не было например желтого красного там были все очень сложные оттенки цветов и собственно говоря я хотела понять чем они отличаются от наших ну например невская палитра попробовать как набирается тон что с яркостью зеленый цвет как можно набрать какой он получается по благородности можно ли набрать очень яркий цвет ну и как слои ведут себя до послойная послойная акварель вот то есть вообще понять как они себя ведут поэтому в том числе вот это подмачивание мне позволило такой запас времени для того чтобы и намешать спокойно новые краски потому что я еще не очень хорошо их знаю и не знаю как ведут себя на место друг с другом ну сначала я сделала тестирование я значит на бумажке сделала выкрасы маленький кусочек открытого цвета я оставила на солнышке лежать и маленький кусочек каждого пигмента закрыла скотчем то есть посмотрела как ведут себя краски на выгорание желтый цвет практически сразу же просел через ну могу сказать три недели точно поэтому если вот творить такими красками сделали этюд правную этюд работу сразу же нужно ее под стекло или убирать от цвета то есть конкретно желтый цвет очень быстро выгорает у него низкая светосветочувствительность светостойкость ну и значит я сейчас немножко пройдусь опять же по традиционно по композиции по рисунку чтобы этюд был не только о том как ведут себя краски но немножко таких каких-то знаний которые полезны в каждой работе композиция выстроена так чтобы было сочетание больших пятен средних и маленьких уже сейчас видно что есть масса желтых цветов которые немножко слева больше перетягивают внимание в левую часть листа масса желтого справа будет в основном зеленая зелень и поддержанная сверху справа небольшое желтое пятно да но поддерживает массу желтого слева выход за листа выход за формат листа справа и слева для чего я это делаю я делаю чтобы показать что букет большой вот такая вот как бы пересыщенность я люблю выход за формат листа мне нравится можно это не делать если кто-то считает это не интересным в общем как вы видите подробный рисунок я не делала обозначила большие массы и сразу же по факту на листе импровизировала с деталями желтый цвет чем особенен для для меня в частном в частности да это тем что есть уже готовая готовый пигмент да и его надо не забывать разнообразить другими цветами то есть включать другие оттенки в него в принципе это для того чтобы сделать работу более наполненной более интересной источник света слева и свет более холодный сейчас уже хорошо видно что с левой стороны желтые намесы более прохладные а два вот таких шарообразных пятна справа они были в тени и поэтому там я намешала цвет потеплее соотносительно левого левой вот этой всей страны к сожалению у меня не сохранился референс и ну я достаточно так мало придерживалась того что я видела в натуре то есть это такая импровизация того на что я опиралась поэтому может быть референс можно даже ну да простит меня публика грубо говоря без него в этот раз постараюсь все остальные работы все таки включать референс эти краски вернусь опять же к краскам супервежим любят воду любят воду и тогда они проявляют себя достаточно интересным происходит самопроизвольное смешение красок и после какого-то периода даже выступают совершенно интересное смешение этот микс я бы сказала так например лужица желто с коричневым и вдруг через какое-то время начинают проступать там оттенки зеленого даже где-то голубоватые намесы в общем интересно поразвлекаться вот кому нравится вот такие эксперименты мне кажется они могли бы быть интересно где их заказывать ну наверное на просторах интернета или наверное ну я думаю точно возможно задать вопрос напрямую производителю если вы наберете супервижен купить краски либо на каких-то там больших торговых площадках либо вот конкретно я вела диалог это в инстаграме вот но теперь вернемся дальше каким-то таким моментом более более соотносящимся к рисунку живописи и композиции в этой работе я сразу же набрала большие пятна желтого цвета делала все очень достаточно быстро поэтому например состояние пятен слева еще достаточно мокрая какая логика если необходимо встроить в эти желтые пятна более плотный тон то я на кисточку набираю цвет густо кистью у меня здесь колонок поэтому во влажном пятне достаточно хорошо можно сделать такие вот резкие касания которые детализируют на вот эти вот пятна одуванчиков этюд быстрый я так на детали особого внимания не уделяла легкий быстрый для передачи состояния почти все кисточки здесь у меня колонок с ними очень хорошо создавать силуэт предмета ну вот видите вот сейчас например это наши кисточки тут у меня и немецкие да винчи и наша это рублев то здесь в принципе по моему только один колонок за исключением листочков одуванчиков которые по-моему я делала никсом но я еще это прокомментирую про зеленый цвет зеленый цвет намешивала через синий желтым те пигменты которые у меня в коробочке были они такие не особо и очень яркие есть только один цвет который просто потом вылезает как фонарь избегала его цвет похожий на нашу бирюзовую краску в несколько палитр и но просто термоядерный то есть я попробовала сначала предварительно на на отдельных бумажках сделала выкраску этих красок и поняла что такой зеленый невозможно использовать для меня это очень ярко вот этот зеленый цвет был набран ну цвет похожий на ультрамарин и желтым он спокойный мне кажется очень подходящий для того чтобы не спорить с желтым интенсивным основным вот этим желтым цветом самих цветочков чтобы все-таки оставался главный 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 предмет этой работы это вот эти пушистые массы цветов практически всю работу я веду от куска и когда вот сейчас вы видите да немножко подсохла вот это место я с желтых одуванчиков да я сюда стала встраивать темное темное пятно зеленого с соприкосновение пятен я смотрю то есть как ведет себя краска если мне нужно мягкое касание а мягкое касание мне нужно в основном с теневой стороны я смотрю если соприкосновение пятен жесткие то либо я то есть не успела встроить мягкое мягкое касание да то я либо потом спешу вторым слоем уже либо если позволит бумагу просто намочу это место и произойдет самопроизвольное смягчение краев силуэтов пятен стараюсь выдерживать ритм большого и малого не знаю как это объяснить так чтобы было не скучно то есть если есть пятно если вы сделали мазок одной формы чтобы далее он не соседствовал такой же мазок по форме по ширине по силуэту то есть большое среднее несколько малых то есть стараюсь держать в голове что важно не только намешивание интересного сочетания цветов но и силуэт пятна ритм каждого мазка то есть все должно быть не случайно если вы делаете много касаний которые не делают работу лучше значит значит нужно либо поработать в рисунке над этим сюжетом либо отдохнуть например как вариант то есть возможно просто глаз устал самый лучший вариант это делать работу стоя если имеете такую возможность здоровье и желание можно в принципе практиковать там полчаса посидели пописали встали отошли посмотрели свежим взглядом что происходит мне кажется вообще больше трех часов нет смысла работать вот эмоции которые накапливаются особенно когда ты долго соскучился не работал кистью то они абсолютно по-особенному по-другому выглядят на листе ну вот уже какая то есть история но перед вами и теперь важно дособирать всю работу до конечного результата что сложнее всего начинать всегда проще когда доделываешь это более сложная задача во первых краска самопроизменно затекает удачные места заставляют изменять работу первоначальный замысел который ну я вот я я всегда держу в голове то что будет в конце проговариваю можно сделать эскиз тональный эскиз можно сделать эскиз в цвете особенно есть лист бумаги ну хороший акварельный вот это все-таки помогает пройти тот путь который дает более-менее представление о конечном результате если вы ведете всю работу сразу да то здесь наверное другая логика вы сразу же увидите общую картину и работая в акварели от светлого к темному да постепенно имеете возможность наполнять тоном работу так вот как сейчас представлено перед вами от куска и в один слой не позволяет иметь все состояние работы перед глазами поэтому если опыта маловато или есть какая-то такая неуверенность в себе лучше где-то поэкспериментировать сделать предварительные зарисовки если никогда не делали не рисовали конкретно не отображали конкретную там натуру например никогда не делали в акварели одуванчики лучше все-таки в карандаше сесть где-то на природе найти тот самый одуванчик поизучать его строение в карандаше и тогда в акварели кистью однозначно результат будет лучше потому что в принципе кисть это тот же самый карандаш только тут добавляется еще цвет а еще акварели течет это дополнительный стресс и все забываешь вот такая вот предварительная работа в рисунке да она дает большую уверенность и могу вам сказать однозначно что каждая последующая работа будет лучше это точно вот это что касаемо о стратегии работы о понимании что ты вообще делаешь на листе бумаги но есть еще эмоции а вот эмоции как раз может быть хорошо выражена только так у меня в первой работе потом вроде как уже надоедает отображать одно и то же и вторая третья работа над одной и той же натуры мне просто надоедает уже не так все свежо уже по-другому как-то скучновато ну почти уже есть много чего сделанного и как вы видите есть появились темные самые пятна темные пятна темный тон там где теневая часть букета в глубине и и зеленый цвет и желтый цвет он более теплее соотносительно светлой части букета та что освещена источником в данном случае слева я практически все время мониторю всю работу и смотрю по состоянию если бумага подсохла я вижу что там недостаточно тона встраиваю туда потемнее удары то есть фактически все время глаз бегает по работе и смотрит где нужно что-то добавить либо где-то выбрать тон как выбирать если пятно мокрое то можно туда либо сухой кисть полусухой кистью выбрать пигмент либо если состояние такое что полуподсохшее туда можно влить водички краска выместится вытеснится за счет соприкосновения с водой и там произойдет осветление нужного места и не надо самое главное вот особенно в таких ярких натурах сделать все кричащим все равно надо не забывать о том что яркое пятно это там где центр композиции туда куда направлен будет взгляд зрителя ну вот в данном случае мне кажется вот как вы видите да яркое сочное желтое пятно это сверху практически по центру граничит с теплыми желтыми более теплыми желтыми пятнами соотносительно световой части да это где то вот верхняя правая часть этой работы там центр там наиболее насыщенные пятна желтого все остальное желтый как видите такой достаточно спокойный поэтому работы не напрягает глаз не раздражает и зеленый тоже конечно можно было взять например на место через изумрудку там еще с желтым была бы такая яркая агрессивная работа что если вы повесите ну потом ее в рамку мне кажется глаз быстро устанет вот то есть зеленый удар насыщенного яркого пятна может быть одно-два места а все остальное пусть глаз отдыхает решила по композиции доставить один лист наверху он подчеркнет динамику чтобы работа не была такой слишком статичной этот лист добавить движения и немножко не вошел наверху отцвевший одуванчик но потом уже в конце когда вы видите результат будет видно но к сожалению я пишу под камеру которую устанавливаю сама у меня очень часто есть некоторые недочеты видео но зато это позволяет мне такой выкладывать бесплатный контент который вы можете посмотреть понаслаждаться и знаете я хотела бы сказать что часто я ну не часто но бывает такое что получаю недовольные комментарии о том что что-то там где-то не так недостаточно может быть грамотно подан материал я не ставлю обучающей цели в своих видео скорее всего цель это просто чтобы создать хорошее настроение отвлечься может быть от каких-то проблем в повседневной жизни а может даже вдохновиться взять кисточку пописать вместе со мной то есть немножко просто хорошего доброго и позитивного в нашу жизнь добавить вот поэтому да простит меня публика ну может быть со временем я улучшу свои навыки комментирования видео вот ну а пока так как есть почти все сделано все уже подсохло весь лист сухой и видно что насколько проседает по тону акварель то есть можно было бы еще добавить что-то где-то каких-то резких более акцентов темных пятен по тону потому что очень часто работа выглядит вялой из-за того что в нем нет темного пятна которая держит всю работу за счет этого темного пятна также хорошо выделяется белые самые светлые места в натуре но всегда есть искушение что-то добавить то есть я стараюсь держать себя в руках сначала заполнить все что есть все что я хотела и когда будет до конца видна вся картина вот например в данном случае да я добавляю темные удары подчеркивающие характерные характерные особенности данной натуры то есть всегда есть ускушение что-то добавить один слой потом второй слой третий не забывайте что можно в конце концов после полного подсыхания листа аккуратно подмочить флейцем необходимое место и внести либо мягкое касание либо просто по-сухому создать или списать какой-то элемент какое-то пятно соприкосновение пятен окончание работы как правило это самый ответственный момент а начинать всегда легче проще кажется что сейчас вот раз-два и все сделаешь работа будет просто шедевр но на самом деле чем больше ты углубляешься в работу тем проще запутаться в конце надо больше отходить больше смотреть больше размышлять думать насколько надо что-то где-то добавить может быть ничего не надо добавлять тяжело войти второй раз когда работа доделана например через пару дней как вариант можно использовать акварельные карандаши ну результат перед вами не очень работа отличается как-то по-особенному если бы она была сделана красками несколько палитры но есть цвета очень интересные вот это вот супер грануляция распадения есть цвета которые очень агрессивно сочные если кому-то нравится то можно легко использовать с моей точки зрения это мог бы быть интересный вариант хотя эта линейка не из бюджетной серии тюбик 15 миллилитров стоит порядка тысячи рублей но как эксперимент интересно попробовать посравнивать посмотрим что будет с этой работой она повисит может что-то прожухнет а что-то проявится какой-то цвет акварель имеет такое свойство изменяться в течение недели двух вот поэтому ну как опыт мне кажется это интересно немножко маленькую детальку слева ну мне кажется показалось это пятно пустоватое слева ну на этом я наверное с вами попрощаюсь до следующего видео всего вам хорошего творческих удач м вот ёл г г г г г Продолжение следует...